Хотела помочь другу, а в итоге едва не оказалась в долговой яме, да еще без права покидать страну. Так сама про себя рассказывает Марина Миновщиковская. Еще 8 лет назад женщина оформила кредит на 100 тысяч рублей. Говорит, была уверена, что человек, для которого брала эти деньги, будет выплачивать долг исправно. Поначалу так и было, но несколько лет назад что-то вдруг пошло не так. От 100 тысяч оставалось 23 с копейками. То есть это последний раз, звонок с банка был в 2014 году примерно. Ну и все, и спокойно я проживаю до 2018 года. Случайно, зайдя на сайт службы приставов, обнаруживаю, что у меня наложен арест. На меня, значит, наложен арест на мое все движимое и недвижимое имущество. Начинаю выяснять с приставами, оказывается, у меня долг перед банком, а не банк. В итоге банкиры предъявили Марине задолженность почти в 200 тысяч рублей. Сбитая с толку такими новостями, женщина обратилась к юристу. Изучив материалы дела, специалист выяснил, мало того, что банк находился в состоянии банкротства, так еще и сильно опоздал по срокам исковой давности. Многие из нас знают, что существуют так называемые сроки давности обращения в суд. Если мы говорим про банковские дела, там срок составляет три года, в течение которых банк может обратиться за нарушением своего права. Разбирательства по этому делу длились полгода. За это время прошло два судебных заседания. В результате долг снизили почти до 19 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал банк выплатить стоимость гонорара, который истица заплатила юристам. Это позволило уменьшить сумму еще на 15 тысяч рублей и составило 3843 рубля вместо 190 тысяч рублей. Что же до самой Марины, то, по словам женщины, все отношения с другом детства для нее прекращены. А специалисты тем временем напоминают, что когда вы сталкиваетесь с такими внушительными суммами неустоек, не стоит посыпать голову пеплом, нужно незамедлительно обратиться за помощью к юристам. Вадим Слюсарев, Евгения Князева, Анатолий Фукс. Новости.